здравствуйте коллеги сегодня мы представляем мастер-классы на тему исследовательский метод обучения в урочной и внеурочной деятельности в условиях когда мир стремительно развивается появляются новые профессии человек помимо узкой специализации должен быть универсально образованным умеющим видеть проблему в целом новая информационная эпоха уже сформулировала свой социальный заказ ей нужны люди с характером самостоятельным и ответственным способным обеспечить дальнейшую эволюцию цивилизации выпускнику третьего тысячелетия необходимы такие качества как креативность коммуникативная компетентность способность к аналитической деятельности и саморазвитию новое время ставит перед нами новые задачи неизбежно требует поиска новых решений современная образовательная программа ориентирована на развитие индивидуальных особенностей школьника и поддержку его индивидуальности ведущими методами обучения становятся совместное обсуждение размышления поиск открытия ведущую роль должны играть творческие методы обучения и в арсенале инновационных педагогических средств и методов особое место занимает исследовательская творческая деятельность именно в начальной школе должен закладываться фундамент знаний умений и навыков активной творческой самостоятельной деятельности учащихся приемов анализа синтеза и оценки результатов своей деятельности и исследовательская работа один из важнейших путей в решении данной проблемы дети уже по природе своей исследователь с большим интересом они участвуют самых разных исследовательских делах и особенно актуально это для учащихся начальной школы поскольку именно в это время учебная деятельность становится ведущей и определяет развитие основных познавательных особенностей ребенка в этот период развиваются формы мышления обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы научных знаний и развитие научного творческого мышления под исследовательским обучением понимается обучение в котором учащийся ставится в позицию когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе познания в большей или меньшей степени организованы учителя и сегодня учителя нашей школы поделятся своим опытом применения исследовательского метода обучения на уроках и внеурочной деятельности меня зовут лагуткина елена и я учитель первого класса хочу поделиться опытом вовлечения первоклассника в мини исследование на уроках обучения гранте конечно это лучше делать в игровой деятельности и начинать с того что детям хорошо знаком на самых первых уроках чтения первоклассники должны усвоить что слов в русском языке огромное количество и они такие разные все слова которые мы используем в речи важны и нужны и чтобы их правильно употреблять надо все все про них знать и мы начинаем слова исследовать вспомните как в детстве собирали фантики от конфет и вот на уроках мы играем с фантиками работаем в группах дети получают конверты с фантиками читают на них название конфет которые там обозначены и выполняют различные задания исследуя эти слова одна группа находит в названиях слова с одним и двумя слогами другая группа с тремя и четырьмя а следующая группа отбирает фантики с ударением на первом втором и третьем слоге еще одна группа отбирает фантики с интересными словами с незнакомыми словами фантики наклеиваются на подготовленные листы и публично представляются результаты исследования делая выводы дети убеждаются в разнообразии слов русского языка бывают слова длинные короткие а ударение в словах подвижные даже может менять смысл слова а сколько неизвестных детям слов они узнают строят предположение чтобы это слово могло означать ну а потом все вместе ищем значение этих слов в толковом словаре при изучении темы звуки и буквы мы исследуем фонил выполняя ряд интереснейших заданий дети развивают умение наблюдать отвечая на вопросы и учатся делать выводы вот посмотрите на словах сон и сон что меняется в этих словах и дети рассуждая выясняют что изменилась всего лишь одна буква в слове а получилось новое слово теперь нужно исследовать следующие пары слов и также сделать свои выводы сон и нос буквы поменялись местами слон и нос убрали одну букву исследуя поведение звуков и букв словах дети наблюдают как меняются значения слов продолжаем исследовать чудеса русского слова и его самую маленькую единицу звук и буква внимательно рассмотрите рассыпанные буквы используя их отгадайте загадки и вот первая загадка для первой группы букв только этот водоем для него родимый дом некоторые легко некоторые и затруднения но все однозначно среди этих групп слов находят отгадки это река и окунь и загадка для следующей группы букв кого куда-то запустили ущерб огромный допустили конечно же это козел и огород третья загадка какой кустарник каждый день кому-то посещать не лень несомненно это малина и медведь для которого малина огромное лакомство следует обязательный вывод который дети делают самостоятельно чтобы слово получилось важно чтобы буквы стояли в определенном порядке и еще одно умозаключение слова называют живые и неживые предметы и еще один метод исследования фонетический анализ мы решаем фонетические задачки да для себя дети открывают новое задачки бывают не только математические а чему посвящены фонетические задачи конечно же звука анализ информации важнейший компонент исследовательской деятельности а как вы понимаете словосочетание анализировать звуки спрашиваю я у детей и они опять высказывают свои предположения в результате которых мы понимаем что анализировать это значит размышлять какие звуки мы слышим и как их охарактеризовать приступаем к решению фонетической задачки колобок на выпечку колобка понадобилось столько пригоршней муки сколько гласных звуков слове тесто дети исследуя слова тесто обнаружили что в нем два согласных звука вдоль тропинки по которой катился колобок росло столько цветов сколько всего гласных в этих словах исследуя слова ромашечка мать и мачеха одуванчик колокольчик ребята выясняют сколько гласных звуков в каждом из этих слов в каждом из этих слов соединяя получают общий результат и всего в этих словах их 17 а вот еще одна фонетическая задачка про гусей лебеди гуси лебеди аленушка кликала браться столько раз сколько согласных слове прости дети исследуют слова выяснять что согласных звуков 4 она пролила столько слез сколько всего согласных в этих словах горевать плакать рыдать причитать реветь и опять детям следует исследовать эти слова на наличие согласных звуков всего их оказывается 19 продолжаем исследовать звуки через фонетические задачки и теперь задачка на твердые и мягкие согласные звуки пришла машенька к избушке медведя она стучала столько раз сколько мягких согласных слове дверь ребята без труда исследуя слова дверь находят здесь два мягких согласных звука а медведь предложил машеньке остаться печку топить да кашу варить настолько лет сколько мягких согласных звуков в этих словах тужить горевать печалиться и опять дети применяют свои исследовательские дарования выясняют что всего в этих словах шесть мягких согласных звуков выполняя подобные задания дети приобретают навыки необходимые для решения исследовательских задач давать определение понятия классифицировать наблюдать высказывать суждение делать выводы и умозаключения в книге ищи не буквы а мысль и уже читая азбуку анализируя прочитанные произведения в ней мы исследуем разные черты характера человека самое главное умозаключение которое делают дети то что бывают положительные и отрицательные черты характера мы проводим исследование какие черты характера проявляются в поступках героев положительные или отрицательные как надо и нельзя поступать самому проводится исследовательская работа на каждом уроке и в процессе работы делаем классификацию например в произведении агнии борто помощница мы проследили такие черты характера как лень и хитрость а в произведении льва николаевича толстого два товарища мы обнаружили черты характера трусость предательство каждой букве алфавита наряду с анализом произведений подбираем слово обозначающие черту характера человека и составляем свою азбуку каким может быть человек ну например на букву а мы обнаружили такую черту характера аккуратно а вот на букву з заботливый злой а на букву н столько приятных есть черт характера а наряду и неприятных надежный нежный настойчивый находчивый ненадежный неряшливый неприятный нервный а какая же черта характера может быть на букву я мы долго искали долго исследовали наблюдали и наконец-то нашли а человек может быть яркий как праздник яркий как лампочка таким образом через решение исследовательских задач у детей незаметно для себя формируются так называемые нравственные привычки детям нравится заниматься мини исследования таких разных характер и вообще им нравится заниматься исследовательской деятельностью примерять на себя разную работу им это интересно а мне интересно искать и находить новые формы использования исследовательской деятельности на уроках и внеклассной работе и я вам желаю огромных успехов в поисках новых интересных форм обучения наших малышей сегодня у нас с вами не просто урок а урок исследования и сегодня мы все маленькие ученые исследователи которым предстоит сделать несколько важных для себя открытий предлагаю провести небольшую разминку я буду читать вам утверждение если вы с ним согласны хлопните в ладоши приготовились у всех птиц есть перья все птицы умеют летать только у птиц есть хвост у всех насекомых шесть лап тело большинства рыб покрыта чешую все насекомые летают ну а дальше мы с вами будем исследовать картинки после нашей небольшой разминки игра четвертый лишний посмотрите на слайд и найдите лишнее животное объясните почему вы так считаете правильно лишнее животное заяц так как все остальные изображенные животные это рыбы давайте вспомним а кто такие рыбы рыбы это водные животные тело которых у большинства покрыта чешую посмотрите на следующий слайд найдите лишнее животное а здесь лишнее животное верблюд потому что остальные насекомые кто же такие насекомые насекомые это животные у которых шесть лап посмотрите еще один слайд а здесь кто будет четвертым лишним собака собака почему потому что остальные это птицы кто же такие птицы птицы это животное тело которых покрыто перьями ну а теперь давайте посмотрим на наших лишних животных какой группе мы можем отнести лишних животных кто это мы сами знаем это не звери они птицы не рыбы не насекомые значит это звери что вы о них знаете каковы отличительные особенности зверей вы скажите свои предположения итак вы высказали много предположений и некоторые из них я разместила на слайде тело зверей покрыто шерстью звери живут в лесу у зверей есть хвост туловище голова и шея звери кормят своих детенышей молоком только у зверей есть четыре лапы итак предположений много но все ли они верны давайте проверим проверив их мы узнаем какие особенности характерны для зверей и только для них не забудьте сегодня вы маленький ученый и сами должны будете либо подтвердить либо опровергнуть предположения которые вы сказали работать мы будем в группах в каждой группе я дам иллюстративный материал в конверте на конверте будет написано предположение которое вы должны либо опровергнуть либо подтвердить рассмотрите в группах картинки обсудите их а затем каждая группа расскажет о своем исследовании а также уточнит подтвердилось предположение или нет итак первое предположение тело зверей покрыто шерстью рассмотрите иллюстрации какой вывод вы сделаете действительно ли тело зверей покрыто шерстью конечно шерсть это не холеволосы и это первый отличительный признак зверей но обратите внимание ведь количество шерсти у зверей может быть различным например у слона ее мало а у белого медведя ее много от чего это зависит это зависит от того в каком месте живет зверь и какой образ жизни ведет итак первый отличительный признак зверей мы нашли тело зверей покрыто шерстью давайте мы с вами посмотрим следующую группу у ребят следующей группы было предположение звери живут в лесу рассмотрев иллюстрации какой вывод вы можете сделать верно звери могут жить не только в лесу они могут жить и в степях и в пустынях и в горах значит этот признак нельзя считать главным это предположение не подтвердилось следующее предположение у группы у зверей есть хвост туловище голова и шея верно ли? да у зверей есть хвост туловище голова и шея но эти же части мы можем выделить и у птиц и у рыб и у насекомых значит этот признак тоже нельзя считать главным предположение звери кормят своих детенышей молоком верно ли оно? посмотрите на иллюстрации чем же кормят мамы звери только что родившихся детенышей молоком еще зверей называют млекопитающими что обозначает это слово? питаются молоком верно звери выкармливают детенышей молоком и мы нашли еще один отличительный признак зверей у нас есть еще одно предположение только у зверей есть четыре лапы группа которая работала с этим предположением отвечает что конечно же это неверно есть и другие животные у которых есть четыре лапы значит этот признак тоже нельзя считать главным ну а мы с вами давайте вернемся к предположениям которые делали в начале урока прочитайте еще раз какие же признаки присущи зверям и только им тело зверей покрыто шерстью звери кормят своих детенышей молоком вот это и есть отличительные особенности зверей посмотрите пожалуйста вы исследуя материал смогли либо подтвердить либо опровергнуть те утверждения которые сделали в начале урока а сейчас я предлагаю вам применить полученные нами знания отгадайте загадку в день детеныш получает 300 литров молока и в длину он достигает 10 метров лишь пока став огромным многотонным он питается планктоном во море бодрствует и спит ну а имя носит о ком это загадка какое имя носит это животное это кит что же интересного узнали вы из загадки про кита детеныш кита пьют молоко когда он вырастет станет огромным и живет он в море и бодрствует и спит какой же группе животных мы отнесем кита выскажите свое предположение а вот чтобы проверить его давайте прочитаем небольшой текст который лежит у каждого из вас на парте кит самое большое животное у кита на голове есть несколько одиночных волосков мама китиха кормит китенка молоко как вы думаете теперь после прочтения этого текста какой группе животных относится кит кит это зверь это млекопитающее какие предложения слова в этом тексте доказывают что кит это зверь у него есть волоски на голове и своих детенышей он выкармливает молоком и тому подтверждение иллюстрации перед вами на слайде сегодня вам был представлен фрагмент уроком таким образом с первого класса я начинаю вовлекать своих учащихся в мини-исследования они направлены на формирование универсальных учебных действий развитие умения видеть проблемы выдвигать предположения умения задавать вопросы ориентироваться в тексте искать ключевые слова и отвечать на вопросы при таком виде работы каждый ученик вносит свой вклад в общую работу это приучает детей работать в коллективе работать в группе спасибо за внимание на занятиях по внеурочной деятельности кириллица во время изучения буквы добро дети исследуют слово добродетельный оно сейчас очень редко встречается в речи и поэтому мы решили выяснить его происхождение лексическое значение а также узнать как это слово отражено в культуре для нашего исследования мы воспользовались следующим планом первое как понимаю значение слова сам второе лексическое значение слова по словарю третье составление словосочетаний четвертое поиск примеров в культуре литературе живописи православие и в истории Пятое. Составление викторины. От какого существительного произошло прилагательное добродетельный? Оно произошло от существительного добродетель. Из скольких частей состоит это слово? Слово добродетель состоит из двух частей. Первая часть добро, вторая часть детель. Это означает делать добро. Добродетель это добро, вошедшее в привычку. Добродетельным можно назвать человека, в мыслях и поступках которого всегда доброе начало. Он приносит пользу обществу, людям, трудится на благо Отечества, добросовестно выполняет свою работу. Как вы понимаете, как вы думаете, какие качества личности древние философы считали добродетелями? Они называли добродетелями молчание, порядок, решительность, трудолюбие, искренность, справедливость, чистоту, целомудрие, скромность. Христиане выделяют три другие добродетели. Об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. А теперь прибывают все и три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Как вы думаете, какую из добродетелей на этой картине изобразил художник? Так на своем полотне французский живописец Вильям Бугро изобразил любовь. Какие словосочетания можно составить со словом добродетельный? Часто употребляют следующие. Добродетельный поступок, добродетельный человек, добродетельная мать. Мы решили удивить внимание словосочетанию «Добродетельная мать». В каком известном произведении Александра Сергеевича Пушкина оно встречается? В романе Евгений Онегин есть строки. «По сердцу я нашла бы друга, была бы верная подруга и добродетельная мать». Но это произведение для взрослых. А вот, как об этом говорит Пушкин в сказке «С детьми». Три девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица», говорит одна девица, то на весь крещеный мир приготовила б я пир. «Кабы я была царица», говорит ее сестрица, то на весь бы мир одна надкала я полотна. «Кабы я была царица», третья молвила сестрица. «Я для батюшки царя родила богатыря». Кто же из трех сестер становится царицей? Совершенно верно, добродетельная мать. А какую жену выбрал себе Пушкин в жизни? Его избранницей становится Наталья Николаевна Гончарова, одна из самых красивых женщин империи. Но не за внешнюю красоту любил поэт свою жену, а за внутреннюю. Он писал о ней. Чистейшей прелести, чистейший образец. За семь лет супружества Наталья Николаевна родила Пушкину четырех детей. Гришку, Сашку, Машку и Наташку. В России всегда были большие семьи. Давайте приведем примеры. У императора Павла I было десять детей. Двое из них стали императорами. Выдающийся русский ученый-химик Дмитрий Иванович Менделеев, создатель таблицы Менделеева. Был семнадцатым ребенком в семье директора гимназии. Знаменитый изобретатель автомата Калашников Тимофей Александрович Калашников родился в семнадцатом в многодетной крестьянской семье. Многие из нас могут обратиться к истории своего рода. Ведь еще недавно семьи наших прабабушек и прадедушек были многодетными. И как хорошо, что есть те, кто сохраняет эту благочестивую традицию сейчас. Но есть на земле добродетельная мать, которая стала примером для многих. Догадайтесь, о ком идет речь? Она была столь чиста, целомудрена и боголюбива, что ее избрал сам бог. Она родила спасителя рода человеческого и оказалась столь мужественна, что не покинула сына в момент его страданий, пыток и казни. Кто это? Богородица является воплощением добродетеля. По итогам проведенного исследования дети составляют викторину. Примерные вопросы перед вами. Часто ли сейчас можно услышать слово добродетельный? Из каких слов образуется слово добродетельный? Найдите лишнее. Порядок, чистота целомудрия, гордость, искренность. Какие три православные добродетели вы запомнили? Как называется картина Вильяма Бугро? Как называется сказка Александра Сергеевича Пушкина, отрывок из которой вы услышали? Сколько детей было в семье Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Николаевны Гончаровой? Как их звали? Каким по счету ребенком в семье был Калашников? Кем был глава семьи Менделеевых? Кто является воплощением добродетеля? Спасибо за внимание.